Так, ну что, поехали. Нас, видимо, уже все видят. Ребята, всем привет! Сегодня с вами общаемся, задавайте какие-то вопросы, которые вас интересуют. Их много, явно много. Постараемся ответить по максимуму на все, что сможем. Привет всем! И что делаем? Числяем вопросы? Да? Ну да, мы уже видим огромное количество вопросов, которые мы задаем. Вот как бы давайте начнем с того, что, ну, помимо того, что мы представились, группа Катарс, здесь, да, мы здесь собрались на планете для того, чтобы как-то немножко поговорить о нашем текущем проекте на планете, который называется «Онтология», то есть переиздание всей нашей дискографии во многом улучшенное. И самый важный, самый большой вопрос, к которому лично я даже готовился, а что же будет, я вот читаю, а что же будет, если, 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 если вся сумма на планете не наберется? Ребят, сразу всех успокоим, ничего плохого не случится. Вот, в любом случае, этот проект произойдет, это переиздание выйдет, потому что изначально мы планировали его сюда, даже до планеты. То есть давно было уже пора, как бы, наверное, пересдать наши пластинки. Почему? Потому что вот мы едем на гастроли, в туры разные, да, и вот люди спрашивают, допустим, где купить альбом «Крылья», который многим нравится, который считают хорошей пластинкой, а купить его негде. Потому что реально все тиражи были проданы много-много уже, наверное, лет назад. Просто допечатать тираж было бы, как минимум, неинтересно. Мы решили сделать что-то более такое, ну, современное, что-то, может быть, как-то улучшить по максимуму, как-то все это подать уже в более, наверное, качественное видение, в которое мы не могли сделать это в прошлый раз, тогда еще. Поэтому переиздание случится в любом случае. Насколько будет хорошо это поддержано на планете, конечно, ну, это нам добавит баллов, добавит возможность сделать что-то еще дополнительное к этому, как бы, переизданию. А ты очки-то сними и посмотри людям в глаза-то. Я говорю честно. Нет, будет, 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 в любом случае, ребята, будет, не переживайте, поддерживайте, конечно, проект здорово, это очень приятно, что вы поддерживаете всю эту историю. Он случится в любом случае. Вот как-то так. Это был самый важный вопрос. Никуда мы не денемся. Так, давай вы вопрос-то задавайте, не стесняйтесь. За корма группы случайно не осталось кассет Фебриса и Деи. Можно было бы выставить в качестве акции. Я бы приобрел по экземплярчику. Опять-таки это параллель идет, как бы, с тем, что я сказал до этого. К сожалению, ну, может быть, и к счастью, кто знает, ничего из прошлых, как бы, из прошлых тиражей не осталось. Существует, как бы, что-то у нас вот в руках, это в наших личных коллекциях, вот такие вот вещи тоже существуют, и даже вот такие вот вещи существуют. И даже вот такие вот вещи существуют. Да, но, нет, уже, к сожалению, мы не можем, так сказать, позволить себе что-то вот такое вот вывешивать в качестве новых акций. Этого просто больше нет. Это все продано. Дай Бог всем здоровья, спасибо. Нет, уже нет. Пересведение невозможно по одной простой причине, как бы, что мастер ленты с многоканальной, как бы, запись этих альбомов у нас, к сожалению, не сохранились. Эдит от подразумевает собой то, что какие-то, может быть, мысли, идеи, аранжировки, какие-то кусочки, какие-то мелодии тогда не были записаны на студии по тем или иным причинам. И сейчас на этом переиздании мы постараемся их все-таки дописать. Современные технологии позволяют это делать, как бы, без пересведения. Поэтому будет добавлено что-то, какие-то красочки, какие-то нюансики будут добавлены в эту пластинку. Вот, собственно, и все. Наверное, вот так вот. А что за неизданные релизы? А их очень много. Их очень много. То, что не выходило, как бы, в принципе, ну, как, опять-таки, если взять вот такую вот кассету, вот, допустим, на компакт-диске такой альбом никогда не выходил. Это наша первая пластинка. Он выйдет, соответственно, как бы в формате CD, причем с лучшим звучанием и так далее. Выйдет, соответственно, давно нами обещанный коверс из Анакустик. Давно-давно обещали, так это все не реализовали. Это появится, выйдет. Альбом иной. Опять-таки, в формате физического носителя какие-то. В общем, там много чего будет такого, что действительно просто невозможно было держать в руках. Теперь это, как бы, такая возможность появится. Много всего. Много. Там все, на самом деле, написано в нашем проекте на планете. Там все детально расписано. Показывай ребятам игорешку. Игорешка, да. Скалка сердца. Что было, то было. Почему на ДВД 15 лет не вошли песни с первого альбома? У нас, как бы, с этим ДВД было очень много сложностей, в том числе и технических. Да, в основном технических. То, что мы задумывали изначально, к сожалению, не получилось. И нам было очень тяжело, в принципе, выпускать этот релиз, потому что, ну, вот, не получилось это снять и записать так, как хотелось бы. Да, конечно, мы вытащили основной материал, но вот все остальные моменты, что касается Антона Ариха и Сергея Бендрикова, ну, материал просто не позволял, не позволял себе по качеству выпускаться, в принципе, в каком-то носителе. Поэтому, к сожалению, к сожалению, мы пока об этом забыли. Однако, все это в наших закромах лежит. И кто знает, может быть, как раз-таки в формате антологии что-то где-то промеркнет. Ну, так-то так, наверное. Будет ли расширен ассортимент акций в рамках проекта Антология? Обязательно. Другое дело, что это не будет, как бы, вот, сам проект Антологии, он изначально задумывался не как сбор средств на какой-то там новый альбом, на новый материал, на что-то еще. А это, как бы, была такая некая возможность, которую мы всем дали, приобрести что-то себе по предзаказу, что-то интересное, что-то нестандартное. То есть, ни в коем случае, как сказать, мы, ну, не привязываясь именно, как бы, по финансам, к этому всему. Вот, Леша, напомни, извини, сейчас я запутался уже, запутался, запутался, запутался. Вопрос напомни. Да. Нет, я правильно начал, но вот запутался. Будут ли какие другие? Да, да, естественно, они будут, да, вот, снова поймал. Да, они обязательно появятся, потому что, на самом деле, мы, как нам кажется, допустили небольшую ошибку, ну, наверное, ошибку, что мы просто вот так вот взяли, поставили, скажем так, на планету в продажу, вот, именно только носители сантологии, электронные, физические, и ничего другого мы не добавили. А вот наш прошлый проект на планете, который вот был альбом Индиго, собственно, мы там придумывали, креативили много-много всего разного интересного, там были встречи с Олегом Фикстровичем и так далее, и какие-то совместные фотосъемки, что-то еще, то есть это людям действительно нравилось. В этот раз мы этого не сделали, но время еще есть, поэтому, да, мы что-то обязательно добавим, обязательно. Ваши пожелания, кстати, будут участвовать, если вы будете требовать там чего-то такого, кардинально, конечно, мы примем к вниманию это все дело. Читаем, интересуемся, для нас это все очень важно, как бы, что вот, как бы вам интересно, ну, мы добавим, да. Ну, мы точно уже что-то придумали, пока ничего не скажем, но скоро появится. Вопрос ко всем. Если вам предложат поехать от России на Евровидение, согласитесь? И почему? Саша, ответь, пожалуйста. Да, почему бы нет, лорде были, победили однажды, что бы нам не съездить, я считаю, что... Да, там и Кончита Вирс победила, понимаешь? Ой, нет, что-то уже надо подкупать, задуматься, а потом будешь с радужным флагом-то ходить-то, да, да. В маске зомби. И шариком, и этим, снафоном. Нет, ну, мы так аккуратненько бы съездили на Евровидение, аккуратненько. Есть ли планы по съемкам постановочного клипа, например, при помощи краудфандинга? Да, дело даже не в том, что при помощи краудфандинга или не при помощи краудфандинга. Вообще, да, идея такая в голове у нас у всех витает очень давно, но просто мы никак не можем, как сказать, прийти, что ли, к тому, что вот пора сделать. Да, идея такая есть, и рано или поздно она действительно будет реализована. Кто знает, может быть, в следующем году все-таки у нас будет как бы юбилей, 20 лет группы, наверное, пора. Идея есть, но когда она будет реализована, мы не знаем. Мы правда не знаем. Причем действительно хочется сделать настоящий, красивый, качественный клип, а не просто снять какую-то очередную концертную нарезку. Идея есть, но пока все. Привет вам из Вологды. Муж Ульяны. Интересуется, возможно ли выставление в качестве акций или бонусов официальных таблатур Guitar Pro? Вряд ли. Вряд ли. Вот я даже не буду разжевывать эту тему, но вряд ли. Потому что, ну, наверное, нет. Как-то мы с этим всем не дружим и вряд ли мы это сделаем, как бы, вряд ли мы это сделаем. Я только что, не понимаю, официальная табулатура имеется в виду, что, типа, когда писали, как-то вот кусочками, что это как-то наращивалось, появлялось. Но так это не делалось просто. Ну да, ну нет, не думали об этом, вряд ли. Вряд ли. Евгений Овчинников пишет, что очень рад слышать, что проект в любом случае состоится, но все-таки, когда примерно ждать релиза? Хороший вопрос, что Женя задает. Молодец, кстати, привет тебе большой, Женя. У нас тут, да, Вича, в головах завелась такая мысль, как бы, когда мы думали, что взять и просто улучшить старое, это намного проще, чем написать новое. Это неправда. Есть ощущение, как бы, что времени займет этот проект очень много, потому что мы сильно увлеклись процессом. И что-то хочется добавить еще, добавить еще, добавить еще, добавить еще. И в итоге, как бы, даже, возможно, мы немножко продлим срок действия этого проекта, назовем это так, да, и, наверное, все-таки уже осенью, когда мы окончательно закончим за это всю работу, мы уже сможем точно сказать, когда конкретно появится этот физический носитель. Но вот сейчас мы не готовы ответить этот вопрос, потому что реально хочется сделать все по максимуму. Вот прямо по максимуму, по максимуму, чтобы никого не торопиться, не спешить. Поэтому вот точную дату мы сейчас не назовем. Это обязательно будет в этом году, это будет обязательно до зимы, скажем так, а вот когда точно, пока вопрос даже для нас. А возможно ли выход каких-либо изданий ранее выхода бокса, например, дискокаверов и акустики? Ну, наверное, нет, потому что все-таки мы задумали это все как некий полноценный проект, как антология, как вот вся дискография, когда все в комплексе и одновременно появляется. Как бы, да, разбивать это на части, выпускать, что раньше такое же, но это как минимум, наверное, неправильно. Вот пускай это все выйдет так вот, как оно должно выйти, вот прямо целиком. Там, естественно, можно и по отдельности что-то приобрести, можно купить в формате бокса, но все это, наверное, все-таки должно выйти. Ну, учитывать-то надо, что промо было уже, да, у нас из трех наших. Не, ну промо-то было, да, безусловно, как бы, но вот именно финальное издание, оно появится. Будет только вот та же антология. Только вот так вот. Ну, это правильно. Большой вопрос. Вот человек пишет, так понимаю, помимо акционерского, планируется еще и обычное переиздание вне планеты. Какие будут отличия? И так как основная сумма проекта собирается именно за счет покупателей бокса, вот человек считает, что стоило сделать его дешевле. И тогда покупателей данной акции стало бы больше. Ведь все сразу, ведь куда заманчивее, чем отдельные экземпляры. То есть, разумеется, потеряли стоимость отдельно взятой акции, но выиграли в общей сумме за счет большего количества покупателей бокса. Но я думаю, здесь отличная возможность рассказать, что войдет в бокс и почему такая цена за него в итоге получилась. Ну да, вот это на самом деле тоже правильный вопрос. Просто почему-то многие нам тоже пишут, как бы и в частном порядке, и в нашу группу пишут в ВКонтакте в том числе. Типа вот, а почему бокс там получается дороже, чем если мы купим все диски по отдельности. Ребята, надо просто понимать, что мы действительно стараемся сделать не просто 8 двойных дисков в коробочке, а мы хотим сделать что-то такое, что потом, ну, и детям, и внукам будет приятно показать. То есть, действительно, будет что-то очень дорогое, качественное, большое по максимуму. Поэтому, конечно, себестоимость такой игрушки, ну, она намного выше, чем просто, как бы, если купить там все эти диски по отдельности. Поэтому мы туда много чего хотим добавить, опять же, идеи в миллион в голове. Ну, даже сейчас не хочется перечислять, это будет не просто что-то вот уложенное в какую-то обдавленную коробочку, а что-то такое, что, ну, я не знаю, как это правильно сказать, что-то очень дорогое, богатое и качественно. В руках приятно подержать. Да, и поверьте, как бы, ту себестоимость, которую мы нарисовали, как бы, на планете в формате покупки вот этого бокса, да, такой суммы не будет никогда и нигде, потому что мы еле-еле такой ценой, это объем просто фактически его себестоимость. Потом, естественно, все это появится, вот это уже в продолжении этого вопроса, там, в более простом, ну, не то, что простом, в чуть упрощенном издании. Вот это тоже будет, конечно, дорого и красиво, но вот то, что сейчас будет, как бы, то, что сейчас продается на планете, предлагается вам, действительно, будет некий эксклюзив, который никогда и нигде больше не появится. Ну, собственно, мы, по-моему, никого в этом смысле не обманывали, вот у нас Индиго замечательный, да, вот выходил вот такой вот. Ну, по-моему, как бы, по нашему мнению, судя по вашим отзывам, как бы, никто особо не расстроился, да, приобретая, как бы, такой вот диск. Его нет нигде и не будет никогда в продаже, его купили только, как бы, акционеры Планета Ру, будет точно такая же история с боксом. Это будет что-то очень дорогое, что-то, что-то хорошее. Вот, Игорь, сразу тебе вариант, человек предлагает, люц-баторий. Как вариант, можно было бы сделать тогда две версии бокса, более дешевую, о которой ты говоришь, что, вот, как бы, не хотелось бы такое делать, где будут все диски плюс коробка, и второй более дорогой, с плакатами, медиаторами и, как бы, всей формой. Вот почему вот так вот не сделать? Я бы не стал, как бы, разделять на более дешевое, более дорогое, просто они оба, как бы, оба формата, как бы, и тот, который пойдет в продажу, и тот, который сейчас продается на планете, они все будут, они оба будут дорогие. То есть это было действительно что-то такое, как бы, нестандартное. Он не будет проще, он будет просто немножко отличаться какими-то нюансами, 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 которых будет много. При всем при этом он тоже будет достаточно дорогой, богатый, как бы, ну, который будет продаваться в обыкновенной рыбочной продаже. Я бы, шел бы его не называл, понимаешь, поэтому разбивать вот так вот, упрощать что-то нет. Нет, это неправильно. Просто то, что продается на планете, он будет другой. Тот, кто является настоящим коллекционером, меломаном, он меня поймет. То есть такие вещи, как бы, ну... Вопрос ко всем. Нет желания записать концептуальный альбом со сквозной темой, как в Джуде Сприс в свое время записали альбом о Настрадамусе. Саша, скажи, пожалуйста. Про концептуальный альбом? Про концептуальный альбом. Да, вот. Наверное, нет. Да, это на самом деле, как бы, что значит концептуальный альбом. В любом случае, наше творчество, оно проникнуто в какой-то определенной идее, там плюс-минус так или иначе, какая-то концепция вообще в нашей жизни, в нашем творчестве, она как бы присутствует. Другое дело, что, может, это не всегда там, как вот, тексты связаны между собой в этом смысле, но суть у нас одна. Мы играем, как бы, наверное, светлый металл и, в общем, идеи там очень понятные и проста. Концептуальный альбом у нас другие коллективы делают. Ну, опять же. Ну, может, ты вечно хочешь с Джудапристом там что-то? Джудапристом нет, я ничего не хочу. Он на Евроиндии, ты прав? Нет, на Евроиндии. Я уже все перейду. Джонни пишет, Олег, что же ты с вкладышем делаешь-то? Пощади, у меня нет такой кассеты, например. Там Сергей задал вопрос Игоря Полякова, что… Игорь, посмотрите на Игорь. Вот, как бы, по молодости, да, я смотрел, когда создавал группу, смотрел немножко по-другому на многие. И сейчас, когда я уже наелся кексов, как говорится, по жизни, наверное, я стал спокойнее, рассудительнее. Добродушнее. Добродушнее. Добродушнее, да. Стараюсь не нервничать, не есть жареное. Как-то так. Еще вопрос. А Сергея, было ли желание переанжировать под голос Олега и перевести песни с первого альбома и играть их на концертах? Желание было у меня такое, желание было, потому что я скрывать не буду, я любил творчество катарсиса тех времен, и еще до, когда начали они, и катарс стал играть пауэр метал без моего присутствия еще. Я очень любил музыку тех времен, но так сложилось, по определенным обстоятельствам, что с Антошкой у нас на тот момент было что-то не совсем ладно, мы не смогли договориться по каким-то определенным моментам. А сейчас это вдруг стало уже не совсем-то и нужно. Мы сыграли, например, на 15-летие эти песни и поняли, что все это отлично, все это очень круто, хорошо. Да, старые песни, хорошо, но у нас же есть полно новых. Мы вот практически два фестиваля, вот у нас сейчас было совсем недавно, и мы просто даже с нового альбома не успеваем песню туда в сет-лист вставить, потому что не хватает, не хватает только то ли времени, то ли столько песен уже стало хорошо, что мы уже сами начинаем выбирать из новых песен. Черт возьми, вот это играть, и вот это хочется, и вот это хочется. А куда же уже о старых-то думать? Ну естественно, все хочется и новое. Все сразу не сыграет, конечно. Даю и новое показать. Полторачасовая программа, и мы смотрим, черт возьми, одни хиты. А на старых песни. А еще половины не сыграли. Еще не сыграли. Сами офисы, да. И люди тоже спрашивают, слушайте, наши говорят, а почему не сыграли то-то? Да-да. Ребята, но мы не можем играть 10 часов в программу. Вот у нас сейчас был фестиваль очень хороший в Воронеже, и ко мне вот после фестиваля подошел человек и спросил, а почему вы не сыграли Спарту и Русалку? Ну потому что у нас столько хитов, которые люди хотят слышать на фестивалях именно, и мы не можем вставлять старые песни там, да, вернее выбрасывать старые песни, которые хиты являются, оставлять просто новые. Программа не успевается, и куда же там Антошкин песни оставляет? Ну да. При этом, действительно, это был замечательный период как бы в становлении группы катарсис, когда порча с Антоном. Вот я просто сейчас читаю этот вот чат, Люс Баттери пишет нам вновь, как бы, Игорь, как вам удалось защитить перемирие с Антоном, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ранние отношения были очень натянуты, если не сказать враждебные. Это как раз таки вот к тому, что я сказал до этого. С возрастом приходит какое-то, может быть, более правильное понимание и немножко меняется мировоззрение. Та глупость, которая творится в молодости, в головах, она с возрастом должна у людей, наверное, куда-то деваться, проходить. Вот коньячок был, да, трехзвездочный, а через десять лет он стал пятизвездочный. Через десять лет он не стал, а стал тринадцатилетий. Тринадцатилетий? Ну, так вот он стал бодрее коньячок-то и бодрее. Так и здесь тоже самое. Просто мы все как бы немножко изменились, выросли, да, и, наверное, то, что нам казалось когда-то тогда большой проблемой, наверное, на самом деле такой проблемой-то и не являлось, как бы, ну просто по молодости так казалось. Вот, собственно, и все. Нет ли желания выставить в качестве дополнительной акции артефакта Prima Scriptio? Так нет, опять-таки, к вопросу, как бы, Prima Scriptio был напечатан тиражом, я уж не помню, сколько там их сделали-то, 50 штук, что ли, всего лишь навсего, и все это дело ушло на запад, это было делалось для лейбла Nuclear Blast в качестве промо, то есть его нет. То есть мы, может быть, и рады были поставить, допустим, даже у меня, как у самого главного коллекционерного клуба, это у этой пластинки нет. Нет, вот и все. Поэтому, к сожалению, нет, как бы нам не хотелось, но... что у вас в подбородке? А это сейчас к кому вопрос можно? Я тоже читаю. Известно. В подбородке у кого, да, вот. У меня вот микрофон. у Игоря я бы назвал его, что это у меня. Что там, поворотки-то? Я не знаю. Борода. 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 Ибо кто побреет бороду... Нож занесет на бороду или на уст свой. Занес я на бороду. В целом, в чудесах не спеть. Как в целом... Еще два вопроса ко всем. Планируются ли у вас еще концерты до Экологии души в сентябре и между этим фестом и Метал Ёлкой? До Экологии души на 99% у нас концертов не планируется. Вот мы буквально позавчера отыграли на мото «Малоярославцы». Тем самым мы поставили точку в нашем концертном сезоне 2003-2015. Все лето мы посвятим немножко отпускам, а в основной массе времени работе именно над переезда и над всем остальным. И раньше 20 сентября мы точно нигде не появимся. А вот после, да, будет много концертов, много выездов. Пока не хочется говорить где и куда и как, но просто следите за нашими анонсами. Но опять-таки все же в поддержку Индиго, да? Да, пока мы будем катать все это в поддержку Индиго, потому что много городов, которые мы хотели бы вновь впустить, мы еще пока не посетили. Вопрос про Москву был в Москве. А что в Москве? Между частым и Новым годом. В Москве? В Москве только 20 сентября, да? Ну, на данный момент, скажем, да, что ничего не будет. На данный момент, скажем, да, но что-то может поменяться, потому что еще времени много. Нет, предложение вообще есть. Есть предложение, парочка предложений с Москвой. Нет, просто мы тогда объявили, что мы не будем делать сольных концертов в принципе в Москве в этом году больше. 23 мая. Действительно так. То есть сольных концертов в Москве у нас точно не будет. В других городах в Москве не будет. Какие-то варианты фестиваля, что-то еще возможное? Ну, вот как-то так. А 1 января, естественно, ждем всех. У нас будет 10-й, 10-й, юбилейная уже елка. Очень интересный состав планируется, которого не было никогда. Но мы думаем, что это будет действительно что-то интересное, запоминающееся и классное. Так что вот 20 сентября, 1 января Москва. Пока вот так вот. Не планируется ли в качестве зрителей посетить Moscow Metal Meeting в августе? Да и не только в качестве зрителей. Конечно, мы там будем. Обязательно. Это очень правильный фестиваль, который мы очень надеемся на то, что он будет как бы жить, жить, жить и расти, и расти, и расти, в конце концов у нас в стране. Но на самом деле нет ни одного по-настоящему хорошего, качественного, тяжелого open-air. То есть существуют всякие нашествия, не нашествия. Мы не думаем, что это плохо, просто немножко другой формат. А металлического фестиваля в нашей гигантской стране нет в принципе. То есть вся Европа в фестивале. Все лето там везде, в каждом селе какой-то есть свое местечко феста. У нас такого нет. Митинги сейчас пытаются как бы поднять что-то такое вот в России. Но дай бог им здоровья, конечно, мы там будем обязательно. Так это же риск такой делать в фестивале. Смотри, Кубану опять отменили в Калининграде. Перенесли. Ну конечно, в нашей стране вообще в принципе риск жить. Нет, отменили. Нет, перенесли. Перенесли в Ригу, это уже другая страна. Хорошо, отменили. В России отменили. Да, ну факт. Обязательно будем и вам того же советую на самом деле. Потому что все-таки там что-то зарождается интересно. Если не будет ни нашей, ни вашей поддержки в плане этого фестиваля, то у нас вообще не будет фестиваля в стране. Понимаете, а это неправильно что ли? Вернемся к переизданиям. Как в целом продвигается работа? Что уже сделано и что предстоит сделать? Дело в том, что когда мы начали над всем этим работать, мы думали, что это будет вот так, так и так, и все будет достаточно просто. Я уже говорил. А потом, раз, хочется вот это, хочется вот это, хочется вот это, хочется вот это. И начинает все это как бы в процессе добавляться, добавляться, добавляться. Сделано многое. Примерно половина материала уже как бы музыкального, скажем так, перемастерена. Уже какой-то там такой вот баланс по звуку, наверное, в некоторых альбомах достигнут, который нам нравится, в некоторых не достигнут. Опять-таки мы над этим работаем. То же самое касается оформления. Что-то уже прорисовано, что-то еще не доделано. То есть идет большой-большой процесс. И как бы в ходе этого процесса, говорю еще раз, появляются какие-то новые моменты, которые мы изначально не учитывали. Поэтому, возможно, мы немножко продлим по времени всю эту историю. Скажем так, процентов, наверное, 35-40 на данный момент, наверное, сделано. В частности, не хочется углубляться, но работа идет. Может ли приоткрыть завесы тайны касательно бонус-треков? Что там будет? Демки, инструменталы, концертные записи? По-разному. В каждом издании, в каждом релизе, в каждом альбоме будут какие-то, да, вот и демки, и инструменталы, и концертные записи, и что-то еще. То есть тут надо уже углубляться в детали, как бы из 16 дисков в отдельные, но это очень долго рассказывать. Где-то что-то будет, что можно добавить, будет добавлено по максимуму. Что-то такое, что даже мы сами не ожидали, что добавим. Вот. Может быть, есть шанс вновь услышать катарсис старого состава на концерте, приороченном, ну, например, 20-летию группы, раз уж перемирие достигнуто? Ну, во-первых, надо сначала дожить 20-летие, да, оно вроде как бы не за горами, но пока еще все-таки какое-то время пройдет. Кто знает, кто знает. Мы, честно говоря, сами не ожидали, что на 15-летие, которое мы отмечали в Милке, с нами сыграет Антон и Сережа Бенриков. Опять-таки, ну, не думали, а это получилось. Что будет на 20-летие, посмотрим. Все возможно. Где и как вы проводите свои отпуска? Подскажите, ребят. Я-то на море. Он-то на море. Недавно, буквально неделю назад, ребятам присылал фотографии, как я плохо себя чувствовал на морском побережье. Да-да-да. Ничего нет, только море кругом. Мне, к сожалению, похвастаться нечем, отпусков у меня практически нет. Вот так, зайдешь вечером в бар и уже отпуск. Вот и все. До завтрашнего вечера. До завтрашнего вечера, да. Мы сейчас, конечно, съездили всей группой на гастроли в Израиле. Это было совершенно замечательно. Да, отдачный отпуск для всех был фактически. Было такое приключение. Мы там поработали и, на самом деле, здорово отдохнули. Ну, вот в какой-то степени это был отпуск. То есть, мы провели наш отпуск, как коллектив. Недельку прожили целой группой. Это очень, конечно, достойно и красиво. Огромное количество впечатлений. Море, опять же, у нас присутствовало. Все и мертвое, и живое, и всякие были. Ну, вот так вот мы провели. Да, это было здорово. Ну, парни там классные тоже. Так, ребят, Александр Ильич. Где вы, право, великие? Мы всегда по-разному. То коллега в гости ездил на барах и Ленинград, то куда-то еще на Мария. Последний раз в Китай ездил, по горам лазил. Красиво. Молодец. Молодец. Лапшичка. Китай. Палочками. Китайская. Я в этом году побываю во Владикавказе, в горах. Вот у моего хорошего друга будет свадьба. Вот он решил строить это там, но тоже в какой-то степени будет маленький отпуск. На буквально пару дней я сгоняю. Я вообще люблю просто красивую природу. Ну, обещают что-то феноменальное. Ну, это вот все. И работа, работа, переиздание, переиздание, переиздание. Потом концерты и все. Касаемо фестивалей, нет ли желания создать свой фестиваль, по примеру, Арии? Катарсис Фест. И кто бы на нем играл? Ну, вообще-то, как бы, у нас, в принципе, есть свой фестиваль, назовем это так. Он, конечно, такой шутейно-веселый, 1 января наша елка. Ну, по сути, это наш фестиваль. И он очень-очень, как бы, нам подходит по формату и по всему остальному, что происходит. Так что, в общем, у нас есть фестиваль, да, 10 раз будет. Кстати, мы, кстати, 10 лет будем праздновать уже каждые 10 лет елочка проходит своего рода фестиваль. Даже пораньше, чем у Арии. В общем, туда у нас собрали. Так что будьте любезны. Нет, Арии раньше выступал, у них было 30 декабря, все время новогоднее шоу. Предпроект предновогодний. 30 декабря это не так героично, как 1 января. 1 января это еще не каждый сможет. Доехать не каждый сможет, а уж сыграть. Тогда теперь мы не пьем в новогоднюю ночь практически. Смотрим, прощение президента, выпиваем немножко шампанского и ложимся спать. Культура, дисциплина. Вся страна с утра ползает, а мы едем на саундчек. Да, в 3 часа, между прочим. В 3 часа еще не все просыпаются. А вы уже на чайке. Так что у нас есть фестиваль. Почему обратились к Владимиру при записи гитар на Индиго? Вот такой вопрос. А потому что Владимир наш большой друг. Потому что свое время у нас очень сильно выручил. В тот момент, когда товарищ генерал, он уже сам Олег Мишин не смог по определенным причинам с нами поехать. По техническим причинам не смог с нами поехать. И его заменил Владимир Лицов. И поэтому мы как бы дали уважение к Владимиру. Но даже не поэтому. Мы его просто очень сильно любим, очень сильно уважаем. Это наш близкий, очень хороший друг. Мы общим мнением пришли к консенсусу, что надо Владимира все-таки как-то поблагодарить. Сказать ему Вовочка, спасибо тебе, дружище. Дали ему поработать на нашем проекте. На самом деле, как бы он еще и в светлом альбоме у нас записал некоторое количество гитарных партий. Но мы как-то вообще в этом туре, когда он заменял Олега, сдружились. Он очень классный музыкант, самый важный, очень классный человек. Ну и как-то так вот оно само собой получилось. Биллстир в своем роде. Не все понимают, что такое биллстир и кто-то биллстир, но это не важно. И когда Олег написал свою песню, живущий по столу, возник вопрос, кто будет писать туда гитары соленые. Ну естественно, он возник и тут же сам собой и пропал этот вопрос. Потому что Вовка, конечно, в этом смысле молодец. Наш Вовка, наш. Отлично, что я все сделал вообще. Да нет, вопросов вообще нет. Раз заговорили о Ёлке, какие планы на нее, может быть, будут гости из других стран? Вот, вот, вот. А вот это не исключено. Да, не хочется продавать фишку. Это все мы не хотим раскрывать. Но вот эта Ёлка в этом году, которая будет, она будет очень нестандартная. Сразу говорим, то есть как бы она вот прям вот будет очень нестандартная. И будем надеять, что всем это дело. Нам точно понравится, мы знаем. А уж тем, кто там будет. Да. То есть вообще, в принципе, задача такая стоит. Как бы очень хочется привлекать какие-то новые имена интересные. И не только из нашей страны, в том числе, но как у любого фестиваля, наверное. Да, вот такая вот задумка. И вот в этом году мы попытаемся уже что-то реализовать такое более, так сказать, конкретное в этом смысле. Друзья, напомните, какие каверы войдут в CD с каверами? Такие каверы войдут в CD с каверами. Но мы тогда еще, когда обещали выпустить да не выпустили, уже публиковали, как бы трек-лист он не изменился. Это будет четыре песни, четыре кавера. Черный обелиск, Ария, Эпидемия, Аматори. На эти группы, как бы на нам дружественные группы, мы сделаем очень развеселые, увеселенькие кавера. Как говорит наш новый друг из группы Elysium. Но это будет не просто переигровка песен, это не интересно абсолютно. Просто взять и переиграть. Попробуйте еще узнать, какая песня Эпидемия, какая песня Черная обелиск. Все опубликовано было, да. Но тем не менее. Олег, вы были одним из гостей на дебютники группы Черный Кузнец. Сейчас у них снова делается альбом с Blackjack. Вас, случайно, не приглашали как гости? Ну, разговоры как такового конкретного по исполнению моей песни, вернее их песни в моем исполнении, там не было никакого. Так, были какие-то наметки, там, может быть, там, естественно, да, я всегда рад помочь. Тем более металлевых групп из Питера не так уж и много. А сцену там тоже надо поднимать, так, метальную. Если обратятся с конкретным предложением там, то, конечно, помогу. В чем вопрос? Обязательно. Тем более, с ребятами очень хорошие отношения мы. Обязательно поможем. Какие города и концерты за время гастролей запомнились вам особенно и чем? Да, я тоже вижу этот вопрос появился. Каждый город и каждый концерт за время гастролей нам чем-то обязательно запоминается. И кого-то выделить просто невозможно. Потому что каждый город – это своя атмосфера, своя аудитория. Когда мы собираемся вместе, скажем так, в баре посидеть, вспоминать гастроли, мы не скажем, что было там интереснее или там. То есть каждый город – это всегда какое-то хорошее, доброе воспоминание. Поэтому выделять не будем никого в принципе. Просто никого. Потому что каждый город имеет свою какую-то магию, свою химию. Мы любим ездить везде, скажем так. Нет, ни одного, наверное, города я не вспомнил, который бы нам не понравился. По тем ни причинам. Не, ну были какие-то нюансы в данном моменте. Подожди, а когда мы в Калининграде сломали эту пометасту? Веселье такое было. Когда пришли товарищи, друзья. А с утра, когда проснулись, мы подумали, неужели это мы сделали? Ну, бывало, че ж. Это же прям так же выискочило. Сейчас я вспомнил, сколько лет назад это был в Калининграде. Это же был предпоследний раз, да? Это последний раз, по-моему. Нет, был предпоследний раз мы были два года назад. А предпоследний раз как раз? Это в моем номере сломает. Да. Вот крайний раз мы ездили. Не крайний раз. Да, да, да. В этом бамбуке играли еще, да. Серьезно, да? О, как-то так. Ну, вот каждый по-своему, конечно, запоминается. Где-то там на чудели, где-то здесь все же. Вы не за Новгороди в гости балконную дверь выставили. Да, в Нижнем Новгороде, например, вытащили балконную дверь. Зачем мне понятно? Ну, так надо было. Веселье, угар. Нет, на самом деле, очень приятно так вот приезжать в любой город в нашей стране. А теперь уже не только в нашей стране, как выяснилось. И видеть, что ты там нужен, что тебя ждут, встречают. Это, конечно, вообще подкупает. Это здорово. Это здорово. Когда ты все это наблюдаешь со сцены. Ну, ребята, как тут можно кого-то выделить? Ну, что вы? То есть, в каждом городе вот так. Ну, вот от Дениса, Денис Денис, вопрос как раз перекликается. Почему вы перестали записывать песни на английском языке? Может быть, совсем потеряли интерес к продвижению группы вне бывшего СССР? Возможно, как-то перекликается с синглом, сингловой истории «Дитя штормов». Что скажете? Здесь вот не совсем понятно бывшего СССР. Дело в том, что я, например, не знаю ни одного белоруса или того же самого украинца, который не понимает. Или возьмем казаха, который не понимает на русском языке. Если я буду для казаха, например, или для узбека петь на английском языке, я думаю, что он вообще загрустит об этом. Он скажет, что вы мне поете там непонятно на каком языке. Лучше на русском поете. Это что касается, как там правильно, вне бывшего СССР. А практика показывает, что группа из России приезжает в Израиль, как совсем недавно было, так весь зал там пел на русском языке. Потому что, если группа приезжает из России, там люди придут, естественно, в основном русскоязычные. Если группа приезжает из Узбекистана, то придут узбеки они, конечно. Ну так вот, несмотря на то, что даже в Израиле были люди, которые только и разговаривали, понимали на английском языке, они все равно пели на русском. Ну так почему-то получилось. А почему мы не пойдем на английском языке? Ну, у нас страна такая слишком большая. Чтобы ее объехать всю, от востока до запада, от Владивостока до Калининграда, чтобы ее все объехать, не хватит даже нескольких подряд, вот прям ежедневных туровых месяцев. Вот это не Европа, которую ты можешь за несколько дней, за неделю объехать 4-5 стран. И кичиться тем, что вот я проехал всю Европу. А в нашей стране так не получится. Так вот, не совсем актуально петь на английском языке для русских слушателей. Сначала улучшил выпустить на русском, да, там, если это нужно будет петь на английском, мы споем обязательно и на английском, да хоть на корейском споем. Главное, чтобы это было востребовательным. Потому не всем нравится английский язык. Например, я не знаю, на нашей стране-то вообще английский. Да, ему большинство вообще, на самом деле, не понимают. Потому что все-таки у нас русская душа, она любит песня, она любит баню, лодку, чтобы сесть гитаркой, что-то пропеть такое, чтобы проняло до печени. Какие стихи? Ладья огнем объяты. Ну да, учиться, чтобы мы работаем. Смогать Анатолия нами любимый. А вот если я спою Дракар и Блэйзер Файер. Ну что там? Кто поймет? Саша сидит, он в общем понимает, что... Это про какую песню? Неважно. Это... Какая именно композиция? Это не из металлики. Будем взял. Нет, на самом деле, как здесь это просто русский язык, но он нам близок, он близок к нашему слушателю. И, конечно, пить на нем одно удовольствие. Но мы его, потому что понимаем прямо на генетическом уровне. Английский, да, это, конечно, хорошо, здорово. Но, опять же, как показывает практика, совершенно не обязательно, чтобы покорять страны вне бывшего СССР, пить на английском языке. Вызывайте Рамштайн. Возьмите Аркону нашу замечательную. В России, который поет на русском языке и приглашает. Даже наших друзей-испанцев. Магадеоз, да, совершенно замечательный пример. Это все. Они же поют на испанском по всему миру. И все очень хорошо. Их везде воспринял. Вот как на фестивале сейчас был. Как их хорошо воспринимали. То есть, язык ни о чем не говорит. Главное, как это все подается. Вот как раз вариант восприятия чужой язык. Незнакомый. Было несколько вариаций дитя штормов, сингла. Вам самим какая версия больше понравилась? И почему? За что? Мне лично испанская версия. Мне тоже очень понравилась испанская. Ну, как-то уж очень прямо эмоционально. Так прямо удалагари там. Ну, естественно, мы не будем скрывать то, что испанка. Патресия. Патресия с нами в очень хороших отношениях. Скажем так. Не, ну, дело даже не в этом. Естественно, сразу же бонусы ей накинулись 20% и бонусов уже накинул. Скажем так, что все очень неплохо отпели. Да, кто-то лучше, кто-то хуже. Там, конечно, немножко интересно слушается на немецком языке, там, с австрийским акцентом. Вот. Ну, все варианты очень интересные. Да нет, но все действительно интересно, как бы, наверное, тоже не стоит никого. Просто Патресия мы отдаем больше предпочтения, потому что она наша знакомая, скажем так. Ну, все, хорошо. Ну, мы порешим. А еще Юнфи что, плохо отпел? Ей только говорить. Да все хорошо отпели. Конечно, вопросов-то нет никаких. На стадии записи сингла «Острова во сне» упоминались две песни, которые в итоге так и не были записаны. «Пески забвения» и «Отечество». Какова судьба этих песен? Так. А только в стадии текстов, не больше. Нет, там даже музыкальная составляющая была. На «Песок забвения» было только все. И «Отечество» тоже. «Свободы» не было музыки никакой. Сейчас что-то путаешь. Нет, нет. Я помню только «Песок забвения» мы с «Смешаным» сели где-то в номере, наиграли и напели. Да, 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 да. В общем, песни не прошли по каким-то причинам. Может, они просто еще тогда не дозрели, не доделались. Может быть, когда-то не появится. Может быть, никогда не появится, кто знает. То есть, это были такие черновые наработки. Мы рассчитывали, что они появятся на сингле. Ну, на тот момент времени нам показалось, что пока еще рано. Вот, собственно, и все. Острые вопросы пошли. Олег, как вы оцените свою работу на альбоме «Д» и не было ли желания перезаписать те вокальные партии в рамках переиздания? Плохо. Я скажу, что я плохо отпел там. Ну, во-первых, это же был мой, скажем так, уже большой проект. Первый такой, несмотря на все то, что там было. Уже и студийный опыт вроде бы был. Но я помню судорожи наши эпилептические движения, когда мы там сидели на студии. И Женя Трушин, Царственное Небесное у нас все время. Вот, надо было подготовиться, надо было подготовиться, надо было прийти готовым. Прийти готовым. Это нужно взять и с первого дубля всю песню без паузы взять и отпеть. Ну, вот так же очень тяжело. А там надо было все это сделать, потому что, скажем так, мы еще тогда писались не в компьютер, а писались на пленку. А пленку это постоянно надо было перематывать, искать это место. Я тоже в течение, если 15 раз Женя Трушин это все сделал, вот, на 16 он уже сказал, знаешь что, Игорь, возьми своего певца и пойди с ним куда-то. Поезжай-ка с ним домой, позанимайся. Вот, и все надо было естественно делать. И вот это все на кипише, на таком нервнике все это было, и работа была плохая. Вот, учитывая то, что как я их отпел на 15-летие на концерте, да, я сравнил запись и на видео, и запись, которая была на кассете, конечно, разница просто очевидна большая. Даже между музыкой запись уже большая на концерте, это просто вообще слушается как мясо, как одно целое. Вот, а запись, ну, такая слабоватая получилась. Так что, мне кажется, я отработал там не то, что там на 40, на 20 процентов, наверное, переписать. Да не знаю, нужно этот смысл переписать. Конечно, потому что с другой стороны, как бы, да, это нечестно уже, да, это будет нечестно. Потому что мы тогда записали это вот такими, какими ему будет, сделано было так. Сейчас, может быть, это будет лучше, качественнее, профессионально, но это уже будет другая пластинка. Она не будет той идеи, которая была записана тогда. Мы писали тогда ее молодые, вот так вот, и вот так вот, со всеми ошибками, огрехами, и в этом, может быть, ее кайф-то и есть. Ну да, да, и кому-то, я сколько раз слышал, ой, какой у тебя там голос был клевый. А я вот считаю, что у меня там вообще какой-то отстой был, что вот сейчас у меня все очень хорошо. А тогда вот было совсем грустно. Поэтому не будет, короче, перезаписано. Перезаписи не будет точнее будет. Да, пусть будет так, как оно есть. Мы просто улучшим, безусловно, улучшим, добавим что-то, ну, в рамках разумного, да. Но это будет честно, это будет честно, это правильно. Качество звука, да, мы современным технологиями воспользуемся. Улучшим немножко, благо есть такая возможность. А переписывать, ну, это неправильно. Имеет ли смысл там, не знаю, металлике переписывать кило-мол? Кривизне там и всего остального прочего. Это кило-мол. А вы что, граф Александр Сергеевич, думаете? Не в этом не будет. Не думаете. А потому что музыка похожа на холодильник. Очень сильно. Ребят, близится 20-летие группы. Что насчет best of в каком-либо виде? Планируется ли что-нибудь такого плана? На самом деле мы где-то там про нас написали, не помню, где-то кто-то писал, что мы такие обещалкины, да. Мы что-то всем рассказываем, рассказываем. Вот мы после этого решили не рассказывать. Потому что мыслей громадил. Best of в головах тоже вращается. Но пока нет конкретики, нет понимания, что это будет так, мы пока ничего не скажем. Идей много. И что-то, что-то около best of, скорее всего, возможно. А как это будет, когда это будет, мы ничего не скажем. А то на самом деле нет во вранье, в обещаниях. Не, ну когда-то будет. Когда-то будет. Да, кстати, хочу представить голос за кадром, который вы слышите. Если вы его слышите. Это наш большой друг Алексей Кузовленов. Просто наш большой друг. Это наш промо-менеджер незаменимый, который дисциплинирует нас. Пресс-отношения. Вот он, видите, сидит. Ребят, как вы относитесь к сольному творчеству Олега Мишина в целом и к его вокальным данным? И нет ли желания дать своему тезке, Олегу, соответственно, дать своему тезке, спеть какие-то песни самостоятельно? Ну, самостоятельно на концерте спеть. Просто я не знаю, как правильно сказать. Разница между вокальными данными будет очевидна. И я не хочу, лично я не хочу, чтобы, например, из зала, после концерта люди подходили и говорят, зачем вы там даете Олегу петь? У Олега есть свои песни, он очень хорошо их поет на своем альбоме. Нет, при всем при этом он является как у нас основной бэк-вокалистом. Подожди, я еще не договорил. Извините, пожалуйста. И дай бог ему со своим проектом, как он правильно сейчас называется, Ом, да, или еще то, что другое. Ом. Так что, на мой взгляд, что бэков достаточно. А то сейчас вся страна начинает петь уже. Сейчас кого не возьми, заводы стоят. Заводы стоят, одни певцы в стране. И звукорежиссеры. Соответственно, они думали в таком случае исполнить какие-то песни Олега на концертах Катарсис? Олега Мишин это? Да скрывать не буду, есть такое подозрение, что он вообще эти песни под меня писал. Не под меня, а под Катарсис. Скажем, там, имеется в виду под мой голос. Я имел в виду вот это. Вот. Будет у Олега желание отдать со своего проекта песни в Катарсис? Если группа примет это, я только за, потому что мне его песни очень нравятся. Я слышу там свой голос, я слышу манеру свою пения там. Вот. И если он согласится, было бы очень хорошо. То есть у него там хиты с два или три у него альбома, я не помню. Там хитов пять-то очень хороших, полноценных наберется. Если будет у него желание отдать нам их, мы только за. Александр, классная футболка. Так понимаю, крайним альбомом Dragon Force остались довольны? Ну, может быть, ребят расскажете вообще, что последнего хорошего вы слышали? Чем? Что можете порекомендовать? Ну, если честно, вот сам альбом я не слушал. Но на концерты мы последним их побывал. И, кстати, там прям море впечатлений. Парни очень молодцы. Такие же веселые, клевые, зажигательные ребята, как и мы. Так что прям один восторг. Буквально вчера вон с Олегом сидели, смотрели всякие разные видюшки с разных концертов. Вот. И по совету Джеффа как раз набрали Dragon Force соло под водой. Прямо можно так по-русски набрать и все там просто шедевр. Там ребята играют концерт, прыгают в бассейн без гитары, с гитарой, по фермам всяким лазят по этому кораблю. Ну, короче, ну... В общем, у нас идеи даже... Очень молодцы. Из-за этого видео, которое мы с Сашей вчера посмотрели, уже сложилась идея, я хочу что сделать. Игорь предлагает. Да, кстати, еще вообще... Не пугает этого. Не-не, все будет хорошо. Ну ладно, тогда хотим концерт в бассейне. В бассейне. Хорошо. Не кажется ли вам, что в песне иной не хватает женского вокала? Вот я читаю этот вопрос, сейчас я не понимаю, где, в каком месте там может быть женский вокал. Там, в принципе, как бы посыл-то идет как бы все-таки от не женского, так сказать. Мужчина там идет по тексту. Мужчина там идет по тексту. Не кажется, не кажется. Нет, женский вокал всегда хорошо нас обернулся, всегда подкупает. Это, конечно, здорово, когда вот поют девушки, это всегда здорово. Но тут вот надо им какую-то, так сказать, меру, что ли, знать. В данном случае, наверное, и нет. Были переживания у людей, писали некоторые, что боятся делать предзаказ антологии, потому что были некоторые сложности с предыдущим альбомом Индиго в плане получения. Что нужно, как нужно поступить тем, что альбом по тем или иным, или какую-то акцию по тем или иным причинам не получил? Вот что нужно им сделать, чтобы наконец стать обладателями той или иной акции? Ну, мы об этом, кстати, очень много раз писали, потому что такие вопросы действительно возникали, потому что наша почта, конечно, российская, не совершенно чего уж тут говорить. Ну, и вообще человеческий фактор никто не исключал. У планеты тоже огромное количество отправок и так далее. Вы не забывайте, что как бы там не 10, даже не 100 штук отправляется в неделю, а намного-намного больше. Просто всегда, всегда существует как бы у каждого проекта, и в том числе у нашего, некий куратор. То есть человек с планеты, с планеты.ru, который за все это дело отвечает. Если вдруг кто-то что-то не получил, или что-то там неправильно понял, или как-то не туда что-то было отправлено, нужно писать ему. Мы всегда публикуем ее в данном случае, ее адрес, e-mail. Нужно просто написать, ребята, у меня возник вот такая проблема, что мы можем в этом смысле придумать? И планета всегда в этом смысле поможет. Вот все, что мы можем сказать. Мы сами это не можем контролировать, это как бы идет не через нас, только так. На виниле не оказалось автографа Олега. Олега, где ты был, если не секрет? На виниле? На виниле. На виниле где-то был. Ты можешь посмотреть. Вот, видишь? Там нет моего автографа. Ну, дай ты мне ручку сейчас поставь. Ну, давай сейчас сделаем. Я сейчас упадешь. Не надо трогать. А я был в командировке, да. Я в это время отъезжал. Дело в том, что нежданно-негаданно вдруг определился день. Ну, смысл в том, да, что мы очень долго ждали пластинку. Как бы сами из Европы там и кризис случился, и все остальное. Естественно, по срокам все это было сильно задинамлено. И на тот момент, когда пластинка пришла, мы уже сами хотели эту пластинку всем отправить нашим акционерам. И Олег на тот момент времени не мог присутствовать в Москве и подписать все это дело. И возникает вопрос. Либо мы бы ждали месяц его, и еще месяц бы динамирую всех с этой пластинкой. Либо бы все отправили. Мы решили, что лучше отправить. Потому что пластинка заслуживает того, чтобы... Конечно. И просто мы не стали ждать. Поэтому берете с собой бумажку из пластинки в вашем городе. Саму пластинку придется. А, или бумажку. Бумажку. Подходите к Олегу, пинаете его. И говорите, ну какого? И он все подписывает. И при этом честно не стали подделывать? Нет. А зачем? Во-первых, автограф Жилика очень тяжело подделать. Мне так кажется. Да, Игорю? Да. Вот. И зачем это нужно? Я всегда в доступности. Я всегда после концерта выйду. С любым пообщаюсь, пофотографируюсь. Любому дам автограф. Так что... Жду. Евгений Общинников пишет, что полностью согласен, чтобы было бы очень здорово услышать песни Мишина на концерте. В концертах «Катарсис», а песня «Не плачь», которая звучала на одном из концертов чья? Нет такой песни. Вам послышалось. У «Катарсиса» точно нет такой песни. «Катарсис». Вот вы выпустите переиздание. Выдохните. А что дальше? Есть ли наработки новых песен? Есть ли взаимопонимание с Маргаритой Анатольевной Пушкиной? Есть и наработки, есть и мысли, есть и идеи, есть даже примерное понимание в головах, когда что будет там в течение каких-то ближайших лет выходить. Опять же, не будем ничего никому говорить, потому что потом нам это боком выходит. Много чего есть. Сейчас задача доделать эту антологию нашу замечательно. В следующий год, напомню, раз будет 20-летие, это будет все не просто так. Сделать хороший концерт 20-летия. Мягко сказано, хороший концерт, да. Для многих это, может быть, даже будет на степени сюрпризом, равно как и для нас, что будет вообще, как это будет отмечаться. В общем, планов громадью. Все есть. И наработки есть, да, и материал какой-то есть, и даже есть уже идеи обложки. Мы вот Саше буквально несколько дней на это обсуждали. Помню, помню. Поэтому есть. Пока еще порох в пороховницах все там как-то шевелится. Пару слов в адрес планеты, почему выбрали именно этот сервис, этот ресурс, а не аналогичный. Или же почему он сразу напрямую без посредников не стали собирать? Ну, по-моему, вопрос, почему планеты, он как бы вообще не вопрос. Потому что вариантов уровня планеты, систем, которые занимаются краудфандингом, просто нет. И ни альтернатив ничего быть не может, потому что действительно самый серьезный ресурс на ничью эту планету. Давайте уж так. Не потому что мы сейчас находимся здесь, и нас бы побили, мы искали по-другому. Но это правда так. Почему не сами? Ну потому что, ребята, нам совсем не до этого. Вы думаете, это так просто? Как бы все это организовать, систематизировать, разослать, дописать, оформить. Это огромная работа, которую ребята выполняют. И зачем нам этим заниматься? У нас задача простая. Записать, выпустить, сделать, а дальше делать все они. Каждый должен заниматься своим делом. Вот мы так считаем. Вопросов пока нет. Поэтому, может быть, вы чуть подробнее расскажете о поиске в Израиль. Все-таки были много где, много что видели. Поделитесь впечатлениями. Может быть, про местную метал сцену что-нибудь расскажете. Потому что наверняка что-то вам поведали. Сами что-то подсмотрели. Мы начнем с того, начнем с того, со встречи. Надо начинать со встречи. Как нас встретили, когда мы вышли из самолета? Нас встретили прямо еще до всяких границ. Ребятки подошли и провели через границу. Надо говорить о том, что в Израиле очень серьезная служба безопасности. И когда мы туда прилетели, нас встретили два наших, как потом оказалось, очень близких друга из Израиля. Как зовут-то? Гриша? Марик и Гриша. Марик и Гриша. Вот. Встретили. И с типичным одессинским акцентом. Как там правильно? Одессинский акцент вот этот вот такой вот. Пройдемте. Пройдемте-таки. А пройдемте-таки сюда катарсис. Катарсис пройдемте-таки сюда. Мы сначала думали, это таксисты какие-то там подъехали. Тут два товарища просто нас встречают. Но суть в том, что когда мы проходили через таможню, практически мы ее и не проходили. Вот. То есть там очень большие очереди для того, чтобы пройти там все это служба безопасности. Тебя просвечивают везде там на... Чтобы ты ничего не провез там лишнего. Вот. Мы прошли как вот коридор для президента. У нас просто посмотрели паспорт, закрыли и провели нас. Мы были просто в шоке. Потому что нам говорили, что ребята, вы сейчас там зависнет часа на два. Нам еще предупредили в Москве, что там, короче, спалили сейчас парней перед начальством по полной программе. Ребята очень сильно помогли нам. Нет, документ у нас сразу проверили, как бы то ни было. Все чемоданы, все это прошли просветку. Но мы прошли как москвачи. Как куму королюсу администра. Далее нас встречали наши большие друзья, группа дизерт или без. Ну там, видимо, и так и так. В общем, десерт мы их называли. Десерт больше похоже так. Очень вкусно, что они нам сделали там. Просто ребята настолько постарались сделать нам приятный отдых. Вот эта неделя, которую мы прожили в Израиле, была не столько концертом отмечена, сколько единым целым между двумя группами дезерта и катарисис. Это было в Иерусалим свозили. Настолько все вместе. Мертвое море свозили. Да, Саша правильно говорит. И Мертвое море. И кальянчик. И кальянчик они нам сделали. И туда-сюда, везде это все показывают, все это рассказывают. И целыми днями вот они с утра с нами были. И все не напрягали, что самое главное. Все обороты с нами были. И везде вот они с нами ходят как полагается. В общем, как бы хотелось от каждого организатора концертов во всех городах. А может Игорь хочет добавить что-то? Да нет, что тут добавить? А помнишь, два мальчика в море стояли? Два мальчика стояли в море, да. Причем они стояли не плечо к плечу, а уже вот так вот стояли. Головы положили на плечо друг друга. Одного-два Игорь, второго Олег. И говорили друг другу, аккуратно, не замочи шорты, там телефон. Да, то есть, конечно. Не думали ли вы записать рок-оперу и кого вы пригласили бы петь? Ну, опять же, рок-оперу у нас пишут другие коллективы. Уже говорили об этом вроде бы. Не, не думали, а зачем? Что ты, товарищи? У нас же есть целая опера стихотворная, пока только, без музыки. Нет, она есть как бы, но... Написано. Вряд ли мы его. Да. Ну, как это, наверное, не наше. Это не прирослось к катарсису. Катарсис все-таки живые, улыбаешься, бодрящиеся музыканты. Им до оперы совсем далеко. Они любят, конечно, ходить в оперу. Мы же любили. Вообще обожаем. Послушать музыку. Ивана Грозного. А то... Собака с милицией поехать вообще. А самим, конечно, писать это, наверное, не наше. У нас это более веселая рок-н-ролльная музыка. Друзья, сделайте рекламу и антирекламу своим товарищам по несчастью. Чьи альбомы порекомендуете? Что понравилось или не понравилось? Из русских или из иностранных, не совсем понятно. Но из иностранных я посоветую всем послушать последних альбом Халавина. Да, вкуснейший такой. Очень сильно. Опять-таки последний Unisonic. Это просто я говорю за себя, как я вот говорю. Потому что мне нравится такой роль музыка. Я вот советую... Киску Сумервиль, наверное, туда же. Киску Сумервиль. Спрашивают про из русских групп. Из русских, но очень-очень-очень хороший альбом Арии. Черный Белиск, молодцы. Хорошую пластинку сделали революции. Мне понравилось. Да, наши друзья. Тогда сам или просто у нас альбомов-то выходит всего-то ничего. У нас групп-то как к сожалению. Удвину. Вот идея разбора, череная тоже хорошая. Только в другую группу-то и называемый с кем выступаем. Ну вот так вот, тогда мы еще назвать. Ну может пашкок у него. Вашкок у него. Пел-то я не слушаю. На дне с нами. Где-то не. Рядом-то не особо да. Просто вот у кого выделили. Аматрия опять же песня. Но это песня не альбом. Аматрия сам сумасшедший конечно. Хорошая песня. Аматрия не нравилась. Так нет, а просто исполнить. К сожалению. Вот опять-таки к сожалению у нас вот очень мало коллективов на сцене, которые всю эту сцену как-то держат и движут. Ну раз-два я общался. Вот это очень плохо. Поэтому так вот вопрос задают. А кто вам больше понравилось там это? А поискодать не ничего. В общем-то. Олег, после участия в альбомах групп «Чёрный Белиск» и «Эйвадз» планируется ли нечто подобное с еще какими-нибудь коллективами? Ну на данный момент пока ничего не планируется. Будут предложения, я только двумя руками за. Потому что еще повторюсь, что очень хочется поднимать у нас металл в стране. Ну вот прям чувствуется как просадка пошла. Есть определенная группа коллективов, которые остались на плаву. Вот. И тяжело будет держать четыре, пяти, там шести, скажем десяти группам этот металл сцен очень тяжело будет держать. Было бы очень хорошо, если бы молодые коллективы все-таки подходили уже как мы в свое время подходили. И так, чтобы молодые коллективы тоже подтягивались к нам. Буду помогать, стараться помогать как только смогу. Будет желание у товарищей, все сделаю. Олег, если бы пригласили спеть одну из ролей в рукопере эпидемии, согласился бы? Нет. Не хочу. Что полкинника жалко? Нет, не жалко. Да. Вы не сочетались этим в Германии. Очень сочетались. Так почему же профессор? Не хочу. Было желание в свое время, да, там, помочь группе эпидемии, ну не знаю, помочь там не помочь. Сейчас уже не то, что не хочу, а просто будет даже какие-то уговоры никакой. Однозначно нет, все, хватит. Побаловались детишки. Олег Миш на одно время работал с Игорем Лобановым из группы Слот. Не было ли людей привлечь Игоря как автора текстов? Ну или может просто какие-то план совместного сотрудничества? Ну я как большой поклонник на самом деле в самом хорошем смысле слова группы Слот. Могу сказать, что Игорь Лобанов как текстовик замечателен, но именно в формате Слот. То есть вот его тексты, которые он делает для этой группы, они там идеальны. В случае нас, наверное, это будет немножко другое. То есть мы не срастемся. Да и желание такого не было. Вроде мы справляемся, а про Магрета Анатольевна даже и вспоминать не хочется. Вы же сами прекрасно понимаете, что улучшения нет никого на свете. У нас нет проблем с текстами, скажем так, с текстами. С текстами. В общем, ни с тем, ни с другим. Непал идеи. С кем на одной сцене хотели бы выступить? Давайте помечтаем. С Холовином. Почему нет? А в шубу Сайер Мэйден, понимаешь ли? А почему нет? Вот прекрасно. Вот она скоро же будет у нас. Надо успеть. У всех желания разные. У меня-то определенное, конечно, свое мнение. Потому что там это те певцы, на которых я рос. С одним из них уже, слава богу. Да, скажем так, с двумя. Еще Удоди Шнайдер. Я когда-то в детстве тоже любил Экцепт старый. Потом самого Удоди Шнайдера любил за его проект лишний. Вот. Выступил уже с Киски, да. Мы выступили. Катарсист выступил с Майклом Киски, Юнисоник. Удоди Шнайдер. Те вот люди, которых я просто мечтал. Когда-то, когда-то я был маленький. Думал, это же боги там. Неужели там когда-нибудь я хотел бы их увидеть, хотя бы увидеть. А тут просто с ними сидели вместе. В одном холле пили чай, кофе. Разговаривали. Потом снова чай, кофе. И снова разговоры. И снова разговоры. Вот. Естественно, теперь у меня вот две мечты выходить. С группой Хэллоуин и Iron Maiden. Это вот. Был бы очень хорошо для меня. Игорь вот очень сильно нравится. Насколько я помню. Да, вот у меня тут даже вот. Майкюшка-то какая. Ну да, наверное, было бы здорово. Мне бы было приятно сыграть на одной сцене с другом Металлика. Для меня это, конечно, отцы. Вот. А так, по большому счету, уже, если раньше мы как-то помолвались, там уже с этими высокостями сыграть. Сейчас мы уже и наиграли, и с теми, и с этими. Приятно играть на одной сцене с хорошими людьми, с хорошими музыкантами. И которые потом сажают, главное, чтобы компания была веселой. И это не имеет значения, что это за группа, как это за группа там и так далее. Ну, очень. В общем, в красках ничего вам полностью ты не расскажешь, как это происходит за кулисья после концерта. Это настолько это весело и круто. Играйте рок-музыку. И будете играть тоже так же. И с Хлавинами, и с Эдгайами, и с Металликами, дай Бог. Здоровье. Вот узнаете, как это весело и бодро. И почему катарцы такие всегда улыбчивые? А, ну, и веселенькие. И веселенькие. Эти веселенькие они. Да, эти веселенькие. Эти веселенькие. Олег, будешь ли ты петь на готовящемся альбоме проекта Маргента? И к предыдущему вопросу, собственно, этому же. Есть ли вариант слышать живую ключи? Шикарная песня. А, честно говоря, я не знаю, как Маргарита Анатольевна-то смотрит на все это дело. Я-то, скажем так, близкому другу своему готов помочь. Но как Маргарита Анатольевна смотрит на это. Может, у нее нет желания, чтобы, скажем так, Желяков участвовал в следующем проекте у нее. Потому что, ну... Ну, чтобы не повторяться, не повторяться, конечно. Ну, хотя, с другой стороны, всегда же поют. Верку там даже на каждом альбоме Артольевне там. Да я, честно говоря, не очень даже знаток-то, где он что, как поет. Ну, я так думаю, что на этом, наверное, альбоме, на будущем, на грядущем ее, я навряд ли там появлюсь. Потому что, наверное, действительно повторятся, чтобы не повторялись певцы. Ну, певцы, я думаю, что, наверное, навряд ли. А так-то, да, конечно, помогли. Обязательно. Даже не оспариваются. За наши поэтессы, на которые мы росли, которая нам помогла в свое время очень сильно. И просто обязаны отдать ей дань. Олег, на прошлой акции в поддержку альбома Индиго ты продал почти весь свой гардероб. В чем ты сейчас выступаешь? Не жили просто в джинсах и футболке? Да нет, у меня нет такой практики, в чем приезжать, в том выступать. Всем известно, что группа катарсис отличается от всех русских групп, от всех русских групп тем, что она всегда приходит на концерт в одном, выступает в другом, а уезжает в третьем. У нас нет такого, чтобы мы в чем приехали, в том выступили. В кедах пришел и в кедах без носов так ушел. Естественно, группа катарсиса меняет по два, по три костюма за концерт. Ну, в частности, лично я. Ребята там может по рубашечке поменяют еще себя, но я два костюма всегда одеваю. С гитарами переодеваться неудобно. Ну и потом, естественно, мне же все-таки полегче это дело. Я забежал за кулисы, пока там Игорь играет соло или Саша на басе играет соло. В Мадре. В Медаллику. В Медаллику. В Медаллику. Я быстренько переоделся. Костюм я, да, я продал сколько четыре своих разных костюма. Плюс на всякие рубашки еще были. Но у меня еще в запасе три. Так что все хорошо. Пока есть, чем играть для. Тем более я уже сшил новый себе костюм. Так что на антологии наберем. Нет, я думаю, что продавать пока не буду. Жалко, что я в них влился. У нас есть еще минут десять. Думаю, хватит нам вопросов. Игорь, с чем связана стилистика первого альбома, очень похожего на ранее Морфис? Чья это была идея? Кстати, на самом деле хороший, правильный вопрос. Такой наблюдательный товарищ задает его. Ну, мы опять-таки были молодые. Когда человек молодой, он как бы пытается найти себе не то что кумира, но пытается на кого-то ориентироваться. То есть он еще пока, может быть, не может придумать что-то совсем свое. Хочет быть, наверное, в чем-то, где-то, как-то, зачем-то на кого-то похожим. Мы очень все дружно любили именно Аморфис. Тейлстон The Thousand Lakes это был просто альбом у нас икона. И мы как-то, может быть, бессознательно, подсознательно. Не то что мы прям стремились быть похожими на Аморфис, но что-то туда у нас где-то там в гены, в мозг, въелось. И поэтому пластинка получилась действительно вот, собственно, вот этот управлен флорум замечательный. Он действительно похож в чем-то именно на вот какой-то классический Аморфис. Ну, это было бессознательно опять-таки. Но да, мы очень любили эту группу, очень-очень-очень сильно. Чья была идея? Да, общая была, коллективная идея. Мы думали, вот мы будем играть heavy metal. Мы будем на кого похожи, а вот эти хорошие, вот эти хорошие. Ну, вот как-то так. Кстати, скоро поведаться, судьба. Да, как раз таки на фестивале 2-3-2-3-2-3-2. Мы поведаем, не играем. Но мы с ними уже играли опять-таки в горбушке в свое время. Меня очень сильно по этому поводу зацепил концерт Мунспелла, когда мы с ними выступали, да? Мы не выступили с Мунспеллом. Подожди, мы выступали с Аморфисом. А, с Аморфисом. Да, да, да. Точно, точно. Аморфисом. Вот они-то меня вот своим имиджем и зацепили очень. Я помню, стоял за кулисами, как раз когда их выход был на сцену, это было для меня настолько... Энергетика такая в горбушке, это все было, черт возьми. Это был такой бешеный концерт, просто суперский. Я подумал, блин, ну как же круто, когда люди выходят в костюмах отглаженные, прям все как с иголочки одеты. Вот. Ну хотя на тот момент мы уже тоже одевали фраки же, да? Было дело, да. Вот, но мы решили сделать свои вещи. Мы полностью обновили весь гардероб свой и шили каждый себе по костюму, я помню. У нас Юленька, конечно, отличается в этом плане. Ну, нам всем до нее. Да, она вот краса у нас. Расти, расти, да. Так что костюмчики, да, это... Главное, чтобы в костюмчик сидел. Вопрос про алкоголь. Не пьем. Вообще. Предпочтение по жизни и по райдеру. По жизни и по райдеру? По жизни и по райдеру? У нас жизнь райдера это одно и то же примерно, наверное. Мы живем в райдере. Нет, ну мы, группа Катарсис, вообще не употребляет водку. Ни в каком виде, каким соусом. Никто из группы вообще. Никто у нас вообще совершенно не наш напиток. Любимый напиток, наверное, виски, коньяк, пиво. Коньяк, виски, пиво, да. Мы любим хорошее, вкусное пиво. Виски, коньяк, пиво, у тебя коньяк, виски, пиво. Да, да, да. Да, и вот что-то такое цветное. Виски, коньячок под хорошую закусочку, под шашлычок. Это вообще милое дело. У нас с недавних пор такая традиция стала, когда мы едем с какого-то концерта. На какой-то следующий концерт. Где-нибудь обязательно по дороге остановиться, если мы едем на нашем автобусе. Какой-нибудь такой придорожный кафешки хороший. Хочешь заказать много-много шашлычку, бутылочку, коньячку, поседине. Довольно позавчера. Позавчера с Воронежа мы возвращались. Такой вот любимый. Скажем так, с садичком. С одним из Самойловых. Братьев сели в армянском кафе. Очень хорошо нам так было. Задушево. Вот так вот любимый. Посидели, покушали. Шашлычка, коньячка и минеральной водички. Поэтому, как и так, не злоупотребляем, но выпить любим. Еще интересный вопрос под конец. Какое ваше мнение насчет отмен концертов в России, закрытия клубов, нищания лейблов? Ну, какое может быть мнение? Вот какое здесь может быть мнение? Конечно, радуемся. Конечно, замечательно. Здесь это просто праздник какой-то, да? Конечно. Почаще бы то. Слава Богу, что шансон выручает. Да. Ну, конечно, это все плохо. Ну, что тут скажешь. Ну, вот в такой стране мы, к сожалению, живем. Какие-то хорошие, благие начинания. У нас вообще вся сцена и организация концертов, и вообще, в принципе, все, что мы называем российским хэви металом, все держится на голом энтузиазме. Если кто-то, может быть, подозревает и думает, что там зарабатывает какие-то сумасшедшие деньги, ничего похожего. Вот. И вот эти энтузиасты, они находятся, они пытаются что-то сделать, ну, та же Кубана, вот, пример, там, или что-то еще, и им просто не дают. Не так так так, не так так так. Люди снова бьются, бьются, как рыба об лед, и все равно какие-то возникают сложности, никому непонятно откуда они вообще берутся, почему их нет в Европе, почему их нет в Америке. У нас они есть. Отмены концертов, то же самое, депортации групп, православные активисты, черт знает что. Ну, это в угловине укладывать, это очень неприятно, мы очень против всего этого, и, конечно, своими силами тоже стараемся как-то на все это влиять, ну, хотя бы даже тем, что мы существуем, да, уже 20 лет, но все это очень грустно. Мы дети красной звезды, да, или черной звезды, как пел Валерий Александрович. Красные звезды, это другие дети. Да. Ну, вот, в общем, железный занавес тот, он все-таки дает о себе знать еще. Уже 20 лет прошло, как с того момента все поменялось. Разруха не в клозетах, а в головах, как говорится. Поэтому тут ничего не пойдешь. Плохо мы к этому относимся, но что ж, все равно пока еще будем продолжать что-то делать. Предпоследний вопрос. Екатерина спрашивает, не было ли приглашений приехать в Израиль с концертом еще через год-два, но в целом, если расширить, вот как поступать в том или ином городе, где есть люди, которые слушают катарсис, вот как? Они же сами же организуют концерт. Что им делать? Куда обращаться? Людям, которые хотят сделать наш концерт? Нет, которые хотят сходить на концерт в своем городе, но сами привести-то не могут. Кому им обращаться? Что делать? Как бы обратиться к каким-то местным локальным организаторам, промоутерам, которые занимаются всем этим, убедить их в том, что, наверное, это сделать нужно, а мы дальше уже найдем общий язык, я думаю. Что касается Израиля, в следующем году 90% вероятности мы снова туда поедем, и уже будет концертов побольше, чем в этот раз, потому что опять-таки все прошло достаточно хорошо. Как-то так. Поэтому активность, трясем организаторов, мы с удовольствием приедем куда угодно, куда пригласят. Мы только за. Приезжать, приезжать, приезжать и концерт. Насчет Израиля, повторного визита? Я только что сказал, что в следующем году с 90% вероятностью мы будем там повторно и с большим количеством концертов. И не только в Израиле там? Да, там мы сейчас опять же не будем загадывать, мы ничего никому не обещали, это вам послышалось. Но в планах уже стоит, нам там понравилось, мы там тоже вроде как понравились, поэтому почему нет? И последний вопрос, потому что время наше подходит к концу. Какие подарки любите получать от поклонников? Я, например, люблю, когда мне на концерте дарят цветы. Цветы и люблю картину. У меня уже большая стена, в картинках скоро я сделаю, как правильно это называется, когда фотографии ты делаешь свою. Я даже не знаю, что тебе скажет. Ну, например, свою стену сфотографировать как-то будет? Фотографию своей стены? Ну, наверное, не, она как-то там, не, она как там правильно называется. Зал славы рок-н-ролова? Ну да, зал славы вот, 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 опять-таки, зал славы стены жилика. Там очень много картин уже висит, скоро я сделаю. Вот мне на днях на фестивале тоже подарили картину, очень красиво, вышит уже, уже раньше были одни рисованы, там, маслом, карандашовом, ну, в общем, рисована. А сейчас мне вышит уже картину, человек, сама шила ее, вышивала, очень красиво, впечатлен был. То есть, я люблю вот картины, когда мне на концерты дарят цветы. На самом деле, любые подарки приятны, вот. Ну да, то есть, вот, как бы, сувениршки, даже, там, все что угодно. В Архангельске, помню, какие-то эти вот валенки, такие маленькие, подарились на все катарты с Архангельском. Тоже круто было. Хорошая бутылочка, хорошего коньячку тоже прекрасно. А в последних, кстати, один из оригинальных подарков подарили в букет, а в букете были эти самые такие, на палочках, маленькие бутылочки Джеков Дэниелс. Мы там прям на сцене начали в букете кушать. Очень приятно было, очень здорово. Мы очень порадовались храмом. Да нет, предпочтение, просто, конечно, всегда приятно, когда вот так вот что-то как-то... Доброе слово и кошке приятно. Ну, и мышке. Так что и да, и мышке. В заключении, что скажите? Ну, собственно, что сказать, на самом деле, ребят, мы, с вашего позволения, продолжим работать дальше над нашей онтологией. Мы, на самом деле, очень, очень хотим сделать что-то классное. И чем ваша поддержка будет больше, даже в том числе и финансовым эквивалентом, тем у нас лучше всего этот продукт получится. Поэтому, конечно, рассчитываем на вас. Постараемся сделать все в лучшем виде. И вообще, как бы ваше внимание, оно нам очень важно. Не будет вас, не будет нас. Понимаете? Вот, собственно, и все. Приходите к нам на концерт, мы будем радовать вас, а вы будете радовать нас. Мы будем ждать от вас энергии. И только одной энергии. И радостных улыбок еще. Так что, давайте увидимся на концерты, друзья. Слушайте Heavy Metal, слушайте Power Metal, слушайте Catharsis. Мы с вами. Проходите, на самом деле, на все концерты. Всех остальных тоже надо поддерживать. Чтобы вообще рок-н-ролл в этой стране процветал. Чтобы металл процветал. Чтобы больше не грусти. Ты не грусти. Со всеми до сентября, наверное, да. У нас уже концертов летом не будет. Мы отработали сезончик. Отдохнем, поработаем. В сентябре увидимся с новыми силами. Как говорится, снова в бой, кто если не мы и не вы. Правильно. Так что до новых встреч, как говорится. До 20 сентября. Всем спасибо. Все свободны. Пока, да. Друзья, у кого остались вопросы, вы можете их задать в группе Catharsis ВКонтакте vk.com slash catharsisband. Всем спасибо. До новых встреч. Хорошего вечера. Всем пока.